Приветствую Вас, и отвечаю на вопрос, что могло произойти. Можно сказать так. У человека были явные ожидания в отношении Вас, и эти ожидания не оправдались. Итак, очевидно, что он рассчитывал, что Вы будете благодарны ему за то, что он так себя с Вами ведет. Очевидно, он ожидал, что Вы будете более тепло, искренне, интимно к нему относиться. Очевидно, он ожидал, что Вы будете так же что-то для него делать. Очевидно, он думал, что у Вас получится что-то вроде романа, потому что раз у него нет девушки, то, соответственно, он испытывает дефицит женского внимания. То, что произошло потом, можно назвать условно синдромом отвержения. То есть, ему показалось, что, несмотря на то, что он вот все для Вас делал, Вы этого не оценили, не заметили, и он как бы разочаровался, обиделся, разозлился. И теперь считаю, что Вы подавали ему какие-то знаки, что Вы выражали к нему симпатию, ту самую, про которую Вы написали, но которую он неправильно интерпретировал именно потому, что хотел другого. И теперь он просто-напросто на Вас обижается за то, что Вы, по его мнению, его, по сути дела, обманули. И в этой ситуации, в ситуации, когда мужчина руководствуется своими желаниями и потребностями и выдает желаемое за действительное, Вам сделать это, в принципе, особо ничего и нельзя. Потому что Вы изначально вели себя вешливо, выдержанно, правильно, а он, он был настроен на определенные цели, и когда эти цели у него достичь не получилось, соответственно, наступило разочарование. И сейчас он переживает его в самой, наверное, острой форме. В этой ситуации Вам лучше всего отказаться от попыток как-то пытаться выяснить, что произошло. Если можно, то как можно меньше проводить дни времени, если, возможно, не посещать вместе учебу и на его слова просто-напросто не реагировать. То есть, если воспринимать его поведение, как поведение человека, осознающего себя, можно сказать, что он пытается как-то Вас унилить. Но зачем? Потому что, чтобы через Вас ему утвердиться самостоятельно. Поскольку не было никаких предпосылок до этого, то можно говорить о том, что его реакция, это реакция своего рода ребенка, которому не дали то, чего он хотел. Соответственно, на ребенка обижаться в взрослых случаях не будет, он его поймет и отнесется к нему, соответственно, с врядной долей равнодушия и безразличия. И вот именно так Вам нужно поступать. Вообще не обращайте внимания на то, что он Вам грубит, хамит и так далее. Его общение, его агрессия есть не что иное, как искаженная форма его желания. Сначала была форма одна, когда она не принесла результат, теперь форма другая. И в принципе, это даже хорошо, что человек показал, что он ничего просто так для Вас, допустим, делать не станет. Он не будет, допустим, оплачивать Ваш обед просто потому, что Вы женщина, а Вы мужчина. Если он это сделал, то он обязательно хотел что-то получить взамен. И не получив, теперь агрессирует. То есть, бояться его не нужно. Нужно просто-напросто понять, провести причинно-следственную связь между тем, в какой ситуации он находится сейчас, а это мы сказали, он одинок, тем, как он общался сначала с Вами, и это мы тоже сказали, он пытался с Вами сблизиться, и тем, что есть сейчас, и это мы тоже сказали, он начал проявлять агрессию. Провести причинно-следственную связь и понять, что человек как бы кричит о помощи. Обратите на меня внимательно, посмотрите на меня, продавите мне ласку, теплую заботу. И это, по сути, напоминает каприз ребенка, ну, такого взрослого ребенка. И не нужно воспринимать всерьез то, что он Вам говорит. Если будете безразличны, то со временем его реакция удвихнет, и он переключит внимание на кого-то другого. Если будете реагировать, стараться как-то успокоить, это будет вызывать у него еще большее разрушение, потому что ему будет казаться, что Вы продолжаете его обманывать, пускать пыль в глаза и так далее. Этот человек услышит только себя и никого больше, такими людьми надо общаться только в помощи безразличным. И не более того, если Вы не можете прекратить с ним взаимодействовать. И, наконец, в завершении хочется сказать, что молодой человек не является счастливым. Он явно не удовлетворен своей жизнью, он явно тягостится ею. Он может быть даже завидует Вам, потому что Вы для него успешная женщина, успешный человек. И, может быть, именно это стало и причиной того, что он захотел с Вами сблизиться, чтобы быть ближе к Вашей успешности и тем самым подсчитывать хотя бы чуть-чуть более успешно себя. Такого тоже может быть. И, опять-таки, такого человека можно только пожалеть. Пожалеть и попробовать ему не вначале, не навязчиво помочь преодолеть свои проблемы. Так, через спокойное, мудрое восприятие его криков и разговоров по существу. Разговоры по существу следует вести потом, позже, когда основные эмоции улягутся, Вы могли бы сказать ему, что у Вас никогда ничего с ним не могло получиться, что Вы никогда не воспринимали его как мужчин, но знаете несколько девушек, которые могли бы с ним познакомиться поближе, например. И это единственный способ на самом деле, но способ в более долгосрочной перспективе, который может как-то сгладить углы между Вами. Вы этого можете и не делать, конечно же, а просто защищать себя, отгородить себя через безразличное отношение к нему. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучше. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!